МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В памяти павших прошел митинг, посвященный годовщине начала боевых действий в Чеченской Республике. Академгородок-2.0 в рамках Конгресса молодых ученых обсудили создание Национального центра физики и математики в Сарове. Седьмое небо. Задоринки стали лауреатами международного конкурса фестиваля. Далее расскажем обо всем подробно. 27 лет назад началась Первая Чеченская война. На митинг, посвященный памяти погибших на Северном Кавказе, собрались представители администрации, молодежные и общественные организации города. Подробности в следующем репортаже. Первая Чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Порушенный конфликт продолжался два года. Война унесла жизни более сотни тысяч человек. В День памяти почтили тех, кто ценой своей жизни восстанавливал порядок в Чечне и так и не вернулся домой. Сегодня памятная дата. Начало спецоперации по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Именуемая в народе Чеченская война. Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков и всех тех, кто выполнял свой воинский долг до конца. Александр Майоров, Юрий Шонин, Евгений Шатилов – это лишь некоторые имена саровчан, которые погибли в Чечне. У памятника воинам-интернационалистам собрались почтить память солдат, молодежной и общественной организации, а также жителей города. И нужно помнить не только эту дату, но вообще все войны, которые проходят во имя нашего государства, мы должны помнить и чтить. Потому что ребята, погибшие, отдавшие свою жизнь или здоровье на этих войнах, мы должны всегда о них помнить. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я считаю, что 11 декабря – дата начала военных действий на территории Чечни. Это нужно чтить тех людей, которые жертвовали своими жизнями, для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы сейчас спокойно там учились, получали образование и жили в мирной стране. Митинг, посвященный памяти погибших в Чечне, завершили возложением цветов и минутой молчания. Сессия «Академгородок-2.0. Научно-образовательная долина в Сарове» состоялась в парке науки и искусства «Сириос». На ней обсудили создание Национального центра физики и математики, глобальные задачи проекта и возможность привлечь школьников и студентов к участию в программе. 1 сентября на территории технопарка открылся филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Он готовит специалистов по фундаментальным физическим и математическим дисциплинам. По сути, филиал МГУ – образовательное ядро Национального центра физики и математики, который создают по поручению Владимира Путина. НСФМ и филиал МГУ станут главным научным проектом 21 века. К такому мнению пришли участники круглого стола Академгородок 2.0, научно-образовательная долина в Сарове, который прошел на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Уже готов проект, эскиз и Центра, Национального центра физики и математики. Таким образом, студент, закончив университет МГУ Саров, переходит в тропинку и садится в лабораторию или параллельно, и начинает заниматься новейшими направлениями в науке, физике, компьютер-сайенс и так далее. Он уже не уедет из этого места, потому что он уже там. Сейчас в филиале учатся 50 студентов магистратуры по фундаментальным направлениям математики, физики и вычислительных технологий. Студенты живут в таунхаусах, получают стипендию в 55 тысяч рублей, работают на самых современных приборах и установках, консультируются с ведущими учеными. Все, что обещали, все реализовано, и даже больше. Я бы сказал, что, во-первых, мой финансовый вопрос полностью закрыт, благодаря огромной стипендии, просто колоссальной. И я могу сконцентрироваться на своей научной деятельности. Я физик-теоретик, занимаюсь физикой нейтрином. Но мне безумно интересна тема космонавтики. И во ВНИЭФе, за счет его специфики, есть огромный спектр задач, от гражданских до военных. И я могу совмещать свою научную деятельность, физику нейтрино, и быть причастным к каким-то крутым идеям. Участники сессии уверены, что к 2030 году НЦФМ войдет в число ведущих мировых научных центров, в котором будут готовить специалистов уровня Нобелевских премий. 5,5 миллиардов рублей дополнительно выделило правительство на поддержку льготной ипотечной программы. Такая мера связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России. Напомним, по программе «Льготная ипотека» можно взять кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или частного дома. Максимальная сумма кредита не должна превышать 3 миллиона рублей. А первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Программа действует до 1 июля 2022 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ростуризм объявил сроки нового этапа программы туристического кэшбэка. Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января. Об этом объявили журналистам в Федеральном агентстве по туризму. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. В программе участвуют все регионы. По ее условиям забронировать можно тур по стране, путевку в санаторий, круиз по России или отель. Оплатить покупку нужны карты МИР. На нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20% от стоимости поездки. Максимально 20 тысяч рублей. Как отметили в Ростуризме, туроператоры и отельеры уже начали подготовку. Все предложения будут представлены на официальном портале программы «Мирпутешествий.рф». В следующем году запланирован также осенний этап программы КЖБК. О сроках его проведения объявят дополнительно. Пользоваться столиком в купе пассажиры будут по графику. Пассажиров нижних полок в вагонах поездов дальнего следования обяжут на определенное время освобождать столик для тех, кто едет сверху. Изменения в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом предложил внести Минтранс. Документ размещен для общественного обсуждения. Новые правила, если их примут, вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Основное изменение касается столика в плацкарте или купе. Воспользоваться им пассажиры на верхних полках теперь смогут на полном основании. Во время завтрака и ужина в течение 30 минут. Во время обеда в течение часа. За нелегальную аренду квартир введут новые штрафы. Законопроект о государственной информационной системе учета договоров аренды разработал Минстрой. В ней будут регистрировать договоры найма жилья, аренды жилых и нежилых помещений и машиномест. Это повысит прозрачность рынка аренды, обеспечит защиту прав арендодателей и арендаторов, безопасность и сохранность инвестиций, подчеркнули в ведомстве. Законопроект предполагает, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы будут обязаны в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию о сроках и размере платы в ГИС, сообщает коммерсант. Для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС, введут штрафы от 500 до 2500 рублей для физлиц, 5-10 тысяч для юрлиц. Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3-5 тысяч рублей, бизнесу в 30-50 тысяч. Сейчас документ проходит согласование с федеральными органами власти и заинтересованными участниками. После этого его представят для общественного обсуждения. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такое решение стало результатом диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны, подчеркнул спикер. Законопроект о QR-кодах на транспорте планировалось рассмотреть в первом чтении 16 декабря. Граждан с медотводом от прививки допустят в общественные места по ПЦР-тесту. Об этом заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас прорабатывают перечень противопоказаний к таким прививкам. Список представят в декабре. После принятия решения Минздрав выпустит приказ, и этот перечень доведут до всех медицинских организаций, где наблюдаются пациенты с противопоказаниями от прививки. Также его доведут до учреждений, которые проводят вакцинацию. На нерегулируемом перекрестке улиц Павлика Морозова и Лесной водитель «Шевроле» при выезде со второстепенной дороги не уступил автомашине ВАЗ-21041. В результате ДТП пострадала пассажирка Лады, девочка 2013 года рождения. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на прошлой неделе. На перекрестке улиц Павлика Морозова и Лесной водитель «Шевроле» при выезде не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, в котором находился ребенок. В результате ДТП девочка получила небольшие телесные повреждения. После осмотра врачом ее отпустили домой. В машине ребенок сидел впереди в детском кресле. Но сотрудники ГИБДД обращают внимание, что несовершеннолетних пассажиров безопаснее перевозить на заднем сиденье. Для всех водителей, для всех пап, мам, водителей такси, дедушек, бабушек, хочу сказать, самое безопасное место в автомашине – это все-таки задние кресла. И даже на детском удерживающем устройстве, даже ребенка в возрасте 8-9-10 лет необходимо перевозить сзади, а не впереди. За один день сотрудники ГИБДД задержали несколько машин с тонировкой и составили 6 административных протоколов. Так прошла спецоперация «Тонированное стекло». А всего за неделю выявили 36 автолюбителей, любящих темные стекла. Хочу еще раз напомнить любителям покататься с тонировкой, любителям покататься без страхового полиса ОСАГО, за неуполнение законного требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий существует административная ответственность, предусмотренная административным кодексом, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. 210 нарушений правил дорожного движения выявили за последнюю неделю. 5 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. А если вы увидели пьяных водителей на дорогах города, звоните по номеру 112. Воспитанницы студии эстрадной и народной хореографии Задоринки стали лауреатами международного конкурса фестиваля «Седьмое небо», который прошел в Нижнем Новгороде. О том, как саровчанки готовились к выступлению, расскажем в следующем репортаже. С хореографом проекта «Танц на НТНТ» Светланой Лутошкиной коллективу Задоринки уже посчастливилось поработать на прошлом танцевальном конкурсе. В этот раз девочки снова пообщались с опытным наставником и услышали ее профессиональное мнение. С международного конкурса «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде танцевальный коллектив Анны Козловской вернулся с победой. В конкурсной программе участвовали две группы старшего и среднего состава. Мне понравилось. Мне единственное, что не понравилось, то, что там было очень много народа. И как-то, я бы даже сказала, что там однотипные все номера были какие-то все, ну, незажигательные. То есть они все были такие тусклые какие-то, что-то такое все повторялось. В общем, мне особо было интересно. Мне понравилось, как мы выступали, сцена большая, хорошая. Я считаю, что мы хорошо выступили, показали наш скромный маленький город. По итогам конкурса старший состав Задоринок стал лауреатом первой степени за постановку «Черный ворон» и «Сердешное». А девочки помладше завоевали титул лауреата второй степени за танец «Виртуальная реальность». Таких результатов коллектив добился только благодаря упорным тренировкам, многочасовым репетициям и дружеской поддержке друг друга. На данном конкурсе присутствовали очень знаменитые педагоги, которые выступали на разных шоу, которые тоже мне нравятся. Мы показали наш город на более высоком планке, можно так сказать. Я очень довольна результатом. Девочки-большие умнички. Мне очень понравилось ездить нашим коллективом. Мы очень сплоченный коллектив, я считаю. Любой танцевальный конкурс для задоринок – это прежде всего возможность посмотреть на уровень других коллективов, получить оценку квалифицированного жюри. Каждый выход на большую сцену – это новый опыт для задоринок, из которого они черпают не только знания и умения, но и вдохновение. Для моих танцоров такой конкурс – это возможность попробовать свои силы, посостязаться с опытными профессиональными коллективами. Чтобы не расслаблялись, не зажигались звезды, так скажем, для рабочей такой атмосферы, мы принимаем участие в одни самых престижных конкурсах и фестивалях. Впереди у коллектива «Задоринки» еще много работы. Девочки попробуют свои силы в большом танцевальном конкурсе в Москве. Ледовый дворец отметил 20-летний юбилей. В честь круглой даты состоялся турнир среди команд ветеранов. Опытные хоккеисты сыграли шесть матчей, победителя определила финальная игра. Подробности далее. Лучший нападающий, вратарь, защитник, а также номинация за преданность хоккею и общественную деятельность. Награждение хоккеистов провели на торжественной церемонии закрытия турнира в честь 20-летия Ледового дворца. В турнире участвовали любительские ветеранские команды – «Акулы», «Феникс» и «Автомобилисты». Команды достаточно давно организованы, катаются в ночной хоккейной лиге, знаешь, здесь у нас в городе. «Акулы», наверное, это одна из самых первых команд, которая организовалась здесь в городе. До сих пор существует, до сих пор ездят, играют различные турниры, не только здесь, городские. «Автомобилист» – команда немножко помоложе, она организовалась чуть позже, но, тем не менее, тоже играет. Три периода по 15 минут вместо двухминутного удаления штрафной бросок «Буллит» играли по ветеранским правилам. Обязательные условия – возраст тех игроков 45+. По итогам первое место взяли «Акулы», серебро получила команда «Феникс», бронза турнира досталась «Автомобилистам». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА